Добрый день, уважаемые коллеги! Мы только что с Евгением и с Владимиром Леонидовичем распаковали машину для рядовой намотки секций двигателей наших любимых по проекту. Вот, вы теперь можете себе представить, как она выглядит. Вот такая вот машинка. Значит, эта машинка нам позволяет что делать? Мотать до восьми секций одновременно. Это восемь раз понимает производительность по сравнению с обычной машиной. Вполне достаточно для производства опытных установочных партнеров. На начальном этапе вполне достаточно. Здесь вот привод вращения, как оно видно. Вот это привод горизонтально, перемещение в принципе рядовой укладки по шаблону, поэтому оно не в навал будет мотаться, а веточек к веточку будет раскладываться. Это задняя бабка, вот, в принципе для фиксации, жесткой фиксации оснастки. Это вот концевые у нас устройства, они предназначены для ограничения работы. Значит, вот здесь установлены сейчас четыре потока веточки. Мы на подобной машине не могут работать с провода, начиная от 0 на 4 мм. Это очень тонкий провод. Чем примечательны вот эти натяжные устройства? Тем, что у них есть специальная вот здесь ванночка, через которую провод проходит, и он может воспользоваться для различных функционалов. Ну, во-первых, мы ее можем очищать, но, если надо, мы можем делать легкую проклеивку. Можно даже и это делать. Вот это вот зип, пидай управления, здесь есть соединение там со всеми запасническими ручками. Это молодой зип. Значит, блок управления, он позволяет настраивать все параметры намотки, начальную скорость, скорость основной намотки, скорость завершения намотки устанавливается, шаг по виткам, по раскладке. И достаточно большое количество программ, он позволяет сохранить. Вещь очень удобная. Я с ним много работал. Ну, вполне удовлетворять наши запросы. Вот. Ну, вот, что мы видели, сейчас один оттяжник. А вот проволока для других проводников. Вот они. Есть удочка, вот она головка. Видно тут вот пружина, да? Натяжитель, это, в принципе, не натяжитель, это кивок такой, когда провод там неравномерно идет, разматывается по шаблону. Вот. Это компенсация. Концевой датчик. Вот натяжной тормоз. У нас, ну, в принципе, хорошая машина, великолепно вполне под наш запрос, под нашу задачу. И вот мы видим с вами, что у нас различных типов оттяжных устройств. Вот смотрим, там 4, тут 4, а вот 4, 12. Ну, вот малые, позже, раз, сколько это у нас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще шесть, еще 12. Поэтому, на все случаи жизни, оснастка под наш ассортимент есть. А вот тебе присылутые алкогольные ванны, за которых у нас возникли проблемы с подставками. Ребята, гарантирую, у этих вещах произвести алкоголь невозможно, потому что дырявые и предназначенные для чего-то на катушку ставить их. И когда провод быстро сматывается с катушкой, он вот так вот петлей гоняет, и чтобы не было перекреста. Вот поэтому это ванным нужен, на самом деле это чехол. Значит, эта машина сейчас пока поставлена здесь, на самом деле. Ее место будет вот на этом столе, специально перекатанное. Но пока сейчас до вот машинка стоит, пока мы не сделаем все приспособления и оснастку для испытания электрических машин. Вот такая ситуация у нас с вами. На сегодня плюс ко всему. Сегодня пришли, как и говорили на прошлом вебинаре, на вчерашнем, два двигателя из Китая. АД-90, перемотанный под параметры компании «Бензо», занимался деми-моторным директоральством. И сейчас, и не сегодня, но в ближайшее время, скорее всего, сладко, мы будем заниматься установленным борьбом на это место и сопряжением с испытательной машины. Вот поэтому часть сотрудников, некоторые сотрудники завтра поедут на встречу, а кругом придется попыхать и здесь, для того, чтобы не терять время. Надеюсь, что в ближайшее время, как мы и говорили, в принципе, на то не делать, мы приступим к оплатке на малой нагрузочной машине. К сожалению, последний визит, который осуществлен был к Сергею Александровичу Иванову, там в комнату, в лаборатории, где был шеврон, закончился нехорошо. Занесли ему грипп, и он сейчас болеет. Опять у нас прокол. Поэтому, ребята, еще раз спрашиваю, не приезжайте к нам больными, лучше пересидите, подождите день-два, никуда мы не денемся, мы здесь приедете, встретимся, поговорим. Но больными, грозно, не приезжайте, потому что это отнимает время, многое время. То, что человек переболеет, ну, всякое бывает, но хотелось бы, чтобы мы с вами не делали время, пройти. И чтобы новости выходили как можно чаще, проверили свежие, которые радовали всех инвесторов, участников пройти. И чтобы мы с вами в кратчайшие сроки пришли к результату. Благодарю всех за внимание. До очередной комиссии. До свидания. Продолжение следует...